Вот поиграли, у нее перевозбуждение, сейчас надо успокоить ее, чтобы она сконцентрировалась на занятиях. Сидеть. Да. Сидеть. Сиди. Зачем ты срываешься? Посиди, мы тебе поощадим. Больше игр с элементами воспитания, меньше строгости и тренировок, пока малыши-лабрадоры получают пряники в виде кусочков колбасы или любимых хрустяшек. Кнут к ним применяют очень редко, чтобы не лишать детства и шалости. Занятия проводят по 15-20 минут в день. Во-первых, собак надо любить и понимать ее характер. Она принимает твои все привычки, ты изучаешь ее. Ну и на этом строится обучение, то есть на ласке, на любви и, можно сказать, на договоре. Договариваемся, как мы с ними занимаемся. В семью мужских спасателей и кинологов лабрадоры Джем и Дарина приехали в октябре из питомника Московской области. Месяц сидели на карантине. Зимовать будут дома у своих наставников. Весной переедут в вольеры на улицу. Лишить комфорта и тепла их придется не из-за черствости хозяев. Так будущие четвероногие спасатели подготовятся к выездам в любую погоду, независимо от времени года. Пример подрастающему поколению показывает хвостатая спасатель с шестилетним стажем Зара. Собака не только беспрекословно научилась выполнять команды хозяина, за что взяла бронзу на всероссийских соревнованиях. В командировке спасла ему жизнь, отпугнула медведя. Она как бы доминантка строит, и других собачек строит, в обиду не дает, и как охранница. Я говорю, собака исключительная. Все даже говорят, что с ней можно в цирке выступать. Нет. Я с детства приучал по садикам ходить, в автобусах, по школам, чтобы социализация была с людьми. Мне интересно было не с собачками играть, с палочками бегать, а конкретно с человеком. Раньше кинологи МЧС растили с ледовых собак, чаще всего немецких овчарок. Те хватали запах точечно, после того, как хозяин покажет нужное место. Такие больше подходят полицейским, лабрадоры же – спасатели от бога. Их лишь стоит привезти в район поиска, запах они почуют в радиусе километра. Всего в подразделении Амурского МЧС служат три пса. Регулярно выезжают на поиски пропавших грибников, охотников, жертв преступлений по всему региону. Кристина Слепцова, Екатерина Борисова, Виталий Антонюк. Программа «Город».